Всем привет, на связи с вами Грег Рейджард и добро пожаловать на мой новый ролик. Этот ролик сейчас будет сниматься на фоне города Алисатовска, который строится уже на протяжении почти года. Год используется в августе. В общем, не важно. Сегодня, в общем, 20 мая, пятница и, как ни странно, у меня прошел последний звонок в классе. В общем, он так вышел, потому что 20 мая, в пятницу, у меня завершился учебный год и я перешел с 8 класса на 9. Раньше в 9 классе мне будет, ну, не то чтобы сложно, но, то есть я буду подходить ответственно. Ну, вы понимаете, экзамены, подготовки и прочее вот это все. Даже проанонсировали, что будет факультативным. В общем, будет, конечно, сложно, но постараюсь, можно сказать, вышить максимум, чтобы, можно сказать, спокойно, можно сказать, перебраться со школы в техникум. В общем, это была первая новость. Вторая новость, это касаемо уже Алисатовска, вот. Кстати, помните, вы вот такую вот школу, которую вы видели в Якулановске, а? Наверняка вы ее замечали, просто когда я прилетал мимо нее. Так вот, эта школа была в городе Якулановске в первом сезоне проекта «Город Майнкрафте». Правда, она не попала в проект, но, тем не менее, она смогла просветить, но, тем не менее, попала в кадр, в кадр от новой из выпусков проекта, другого проекта «Новости Якулановска». Но, в общем, эта школа, эта школа номеровалась как средняя общеобразовательная школа номер 6 в городе Якулановска. Так вот, я расскажу небольшую, можно сказать, предысторию. Эту школу построил Джойс Микольд, за это ему большое спасибо. В общем, иногда хотел старой карты Якулановска, но сама старая карта лежала у меня в старом ноутбуке, который сейчас, можно сказать, сломан, и руки не доходят до этого. Извиняюсь за кашля. Так вот, в общем, эта вот карта лежала у меня в старом ноутбуке, который, можно сказать, сломан, и мне пришлось, можно сказать, с гором пополам вытащить эту карту, но ноутбук работал, можно сказать, очень жутко, можно сказать, жутко медленно. Но, тем не менее, я добился того, чего я хотел. Вот до этого мне приходилось спрашивать вот через Микора, есть ли у него схематик файл, то есть файл, который можно будет, типа, написать команду и вставить его. Ну вот, я однажды с ним поговорил в дискорде, но тот сказал, что у этого схематик файла нету, поэтому мне пришлось достать эту карту, то есть достать, ну скажу, саму карту, а потом с этой же карты достать эту школу. И скажу сразу, школа пока что не вся москет обустроена, некоторые кабинеты, конечно, обустроены, тоже все форт, но некоторые кабинеты, по их важности, не обустроены. Здесь, как минимум, москет гардюро планируется, дальше лестница, дальше еще кабинеты, правда, там пусто. Вот, так сказать, проработанных кабинетов, кажется, что можно только, можно только, вот так сказать, пересчитать по пальцам, в общем, везде пусто, ребят, вот, честно, даже если вот сюда подняться на последний этаж, правда, я туда лестницу не провел, но пройду обязательно уже после съемки, если руки, конечно, дотянутся. Вот, вот зашли в этот отдел, просто, в секцию, здесь пусто, в кабинете, извиняюсь, в помещение, которое выделено под кабинете подможенной школы, то есть, типа, учительская, кабинет психолога, приемная, директора, завуч... Пусто, абсолютно. Даже здесь. Но я этим, может быть, займусь, ну, на таксуке, так сказать. В чем будет время, я, может быть, возьму себя в руки и... приступлю к обустройству школы. Единственное, что обустроено, можно сказать, может, или не единственное, но, тем не менее, это библиотека, вот. Вот так вот все открылись, библиотека, то есть, мне кажется, я добавил только вот эту полочку, и все. Эти полочки не было тогда, ну, и... двух струлев и стола здесь не было. Вместо сидений библиотекаря. Повторюсь, что школа была не... не вся освещена. То есть, не все. Не весь коридор был, так сказать, освещен, из-за чего было темно. Вот. Тут. Пока не понятно, что здесь, но... Может, наверное, это был класс здесь. Ну... Кабинет музыки, да. Повторюсь, там не все, можно сказать. Это было устроено, не все, можно сказать, освещено. Тем... Но, тем не менее, я, можно сказать... Я, можно сказать, добился того, чего я, можно сказать, хотел. Вернул. Ту самую школу из Якуморская. Поликлинику. В общем, то, что я посчитал необходимым, я, можно сказать, себе вернул. Кстати, да. Тут резницы тоже отсутствует. Так что я... Так что, займусь этим тоже, можно сказать, после съемки. И маленькое, последнее нововведение, это новая улица. Пока что я не придумал название, но... Возможно, эта улица будет Воскресенская улица или улица Академика Сахарова. Я пока что не придумал, пока что. Но, возможно, что будет Воскресенская. В общем, это пока что все, что я сказал. Понравилось или нет, решать вам. И, в общем, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Заходите также в мой сервер в Дискорд, в группу ВК и в мой чат в Телеграме. В общем, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.